Губернатор Евгений Куйвышев на заседании правительства обозначил основные задачи в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоящие перед областными властями. Это работа по социализации выпускников детских домов, обеспечению их жильем и помощь семьям, которые берут сирот под опеку или на воспитание. Глава региона подчеркнул, что сфера защиты детей-сирот очень чувствительная, требующая тактичности, терпения, неформального подхода к решению конкретных проблем. По словам вице-губернатора Павла Крекова, к 2019 году в Свердловской области 90,5% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приемных семьях. Как следствие, существенно сократилось и количество детских домов. Так, если на начало 2013 года на территории региона работало 120 таких учреждений, то сегодня только 83. В 2018 году на мероприятия в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет всех источников финансирования направлено более 5 миллиардов рублей. В этом году объем средств увеличен до 5,8 миллиарда рублей. В числе первоочередных задач в этой сфере Евгений Куйвашев назвал укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах подготовки к самостоятельной жизни и социализации выпускников детских домов. Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе. Наша общая задача – помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать жизненные ориентиры и определить пути их достижения. Я прошу Министерство образования Свердловской области совместно с Министерством социальной политики держать этот вопрос на постоянном контроле. Кроме того, отметил губернатор, к этой работе необходимо подключиться к главам муниципалитетов – бизнес-сообществу, некоммерческим и общественным организациям. Кроме того, сегодня необходимо более ответственно подходить к вопросу обеспечения сирот жильем. Губернатор поручил главам Свердловских муниципалитетов лично отслеживать, какие именно квартиры предоставляются детям по договорам социального и специализированного наймов. Это жилье должно быть действительно качественным и благоустроенным. Еще одно направление работы связано с повышением качества оказания методической и психологической помощи семьям, которые только планируют или уже взяли на воспитание или под опеку ребенка. Глава региона поручил областному Минсоцполитике продумать дополнительный комплекс мер, направленных на популяризацию семейного воспитания. Страшно, когда ребенок остается без семьи, но вдвойне страшно, когда приемные дети оказываются ненужными и возвращаются в детские дома. Необходимо обеспечить адресную работу с каждой семьей, чтобы не допускать подобных ситуаций. Председатель Нижнетагильской общественной организации «Город добрых дел» Дмитрий Винокуров на заседании правительства рассказал об опыте реализации проекта по социализации сирот в Нижнем Тагиле, а также в городах Верхняя Салда и Нижняя Салда. Общественники по договоренности с руководителями детских домов включились в работу по нескольким направлениям. Наставничество и кураторство воспитанников, привитием социальных навыков, помощь выпускникам в освоении городских пространств. Так представители «Города добрых дел» помогали ребятам в самых разных делах, от пришивания пуговиц на одежде до планирования собственного бюджета на месяц. Опыт организации был изложен в методических рекомендациях, которые областное Минсоцполитики намерено транслировать во всех городах нашего региона. Примером эффективности работы над улучшением условий жизни детей-сирот артемовцы могут убедиться собственными глазами. Совсем недавно ключи от квартир в новеньком многоквартирном доме получили сироты, проживающие на территории Артемовского городского округа. На средства, выделенные регионом, за короткий срок было возведено современное здание, отвечающее всем необходимым требованиям. Это и не показатель того, что программы, реализуемые областным руководством, имеют конкретную направленность и реальный результат. Но и на местном уровне необходимо активнее проводить работу с социально незащищенными категориями населения, которых у нас, к сожалению, пока достаточно.